Итак, друзья, буквально на этой неделе Хёнде Тосан получил дизельный мотор. А теперь компания Шкода объявила о том, что Кодиак получит новый дизельный мотор для России и новый цвет, а Октавия станет электромобилем. И перед тем, как рассказать все подробности, если вас не затруднит, поставьте лайк и поделитесь этим роликом в соцсетях. А также, если вы здесь впервые можете подписаться на канал, буду очень признателен. И мы начинаем! Компания Шкода добавила еще один мотор для модели Кодиак. И сообщается, что это будет двухлитровый дизель, выдающий 150 лошадиных сил. Работать он будет семиступенчатым роботом DSG и полным приводом. По информации от производителя известно, что данный мотор полностью соответствует экологическим нормам Евро-6. Но прежние моторы также останутся в строю. Напомню, что доступно три варианта бензиновых мотора. 1.4 турбо, выдающий 125 лошадиных сил, который работает с шестиступенчатой механикой и передним приводом. Второй – это тот же 1.4-литровый турбомотор, но уже на 150 лошадиных сил. И доступен он уже не только с передним, но и с полным приводом. А также с шестиступенчатой коробкой DSG. И топовый мотор – это двухлитровый, выдающий 180 лошадиных сил. Он работает с семиступенчатым роботом и полным приводом. Топовый мотор может ускорить автомобиль до первой сотни за 8,5 секунд. А максимальная скорость ограничена электроникой на 202 км в час. Компания планирует, что с появлением дизельного мотора продажи на российском рынке должны увеличиться. Вот только администрация компании, видимо, не знает, что дилеры игнорируют их требования. И в связи с высокими ценами на все модели Шкода, роста продаж у них точно не будет. Но, кстати, не только новый мотор должен увеличить продажи. Также Шкода Кодиак 2022 модельного года получил новый цвет кузова Electric Orange. И изменились некоторые мелкие детали. Стоимость Кодиак с новым мотором пока не озвучена. А самая базовая версия Кодиак сейчас доступна по цене от 1 миллиона 961 тысяча рублей. А вот Шкода Октавия вслед за Эниак станет электромобилем. Компания планирует плотно заняться электромобилями. Сначала должны появиться несколько компактных электрических кроссоверов, а затем планируется заняться сборкой Октавии с полностью электрической силовой установкой. В Европе, несмотря на популярность кроссоверов, седану и универсалу Октавии принадлежит лидерство в сегменте. Поэтому именно на Октавию делают большие ставки. За первые 9 месяцев 2021 года по всему миру было продано 159 тысяч 400 Октавий. А вот Кодиак разошелся в 82 тысячи 600 экземпляров. Шкода Корок 96 тысяч 600 автомобилей и Шкода Комик 99 тысяч и 100 автомобилей. Как сообщает компания, электрическую Октавию будут покупать те клиенты, которым не нужно возить с собой воздух. В основу новой Октавии ляжет электрокар Volkswagen Aero B. По предварительной информации, электрическая Шкода должна появиться на рынке не раньше 2023 года. Параллельно с этим проектом будут вестись работы и над электрическими кроссоверами. И на этом пока вся информация. Очень хорошо было бы обсудить в комментариях, поэтому давайте пообщаемся и подискутируем. Также буду рад, если вы перейдете на канал для просмотра других роликов. И конечно, если вы против навязанных допов, обязательно пишите об этом в комментариях. И до новых выпусков! Редактор субтитров А.Семкин